доброго времени суток дорогие друзья с вами алексей мы продолжаем играть в космических инженеров в прошлой части мы с вами обзавелись какой-никакой защитой именно турели гатлинга были установлены точнее 1 вот сейчас их установлено уже 4 так давайте посмотрим на мою закадровую работу которая была произведена на базе вот 4 турели у нас уже стоит все четыре они функционируют но единственное что не все они еще облагорожены вот упаковываю я их в тяжелую броню очень много ресурсов на нее уходит но наверное она того стоит тяжелую броню все-таки разбить гораздо труднее нежели обычную вот две уже почти упакованные ну две скажем так пока еще лысо вот так вот стоят вот но тоже они будут обшиты так пришлось мне также немножко удлинить вот этот вот стыковочный узел вот этот коннектор потому как вы помните у нас был он где-то вот здесь вот да вот но ввиду того что здесь встала еще одна турель естественно пришлось его немножечко вынести для того чтобы удобнее было стыковаться вот они вертятся он даже стреляет ну стреляют они не только по метеоритам они стреляют еще и по собакам которые вот по склонам удивительным образом десантируется примерно вот сюда вот на эту площадочку и их турели успешно расстреливают также они немножечко вредят в частности цели с по собакам иногда попадают по блокам вот но это не наносит такого большого ущерба пока что вот дальнейшем конечно посмотрим все это дело может быть вот этот вот плац назовем его так вот эту стенку я также буду переделывать и делать ее из тяжелой брони так ну и перенес я все ресурсы из нашего пепелаца в нашу уже теперь работающую базу если мы сюда посмотрим нажмем скрыть пустые то ничего здесь у нас не осталось даже из реактора забрал я топлива то бишь уран у нас сейчас все это питается за счет вот этой батареи так ну и будем мы конечно же пепелац разбирать но для разбора нам потребуется все-таки корабль идентичный нашему сварщику но с обратной функцией с функцией разборки его я планирую сделать с помощью проектора потому как заново все вот это мастырить желания особого нету но проектором мы скорее всего займемся с вами в следующей части давайте пробежимся посмотрим что я здесь сделал немножечко облагородил вот здесь вот узлы уже вот задняя стенка появилась так здесь здесь мы наверное поставим мостик это все конечно же нужно будет закрыть так мостик мы поставим у нас не встанет здесь наверное модуль 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 какой нибудь там эффективности или энергоэффективности какой-то модуль в общем может не встать так ладно модулями кстати тоже неплохо было бы заняться так но для начала сбегаем сбегаем по базе так давайте спустимся вниз вот так вот у нас теперь выглядит лестничная клетка ну может быть и некрасиво вот потом я может что-нибудь покрасивее здесь придумаю конечно же так игра немножечко подвисает так вот здесь я построил для кислорода емкость не знаю нужна ли она нам но пускай пускай как говорится будет подсоединил ее к общей системы конвейеров здесь вот закрыл такими мостиками все это безобразие вот конечно до конца закрыть не получится ввиду того что здесь вот эти вот реакторы всякие и контейнеры мешаются но туда вот провалиться невозможно так что я думаю это ничего страшного там он все герметично уже заделано все стеночки все буквально законопачена вплотную так ну и случае чего к системе конвейеров всегда можно спуститься вот здесь если какой-то ремонт вдруг будет нам необходим мы всегда сможем везде подобраться так все здесь у нас все доделано так ну и хотелось бы мне конечно еще баллон для водорода разместить может быть даже вывести конвейерную трубу сюда и где-нибудь вот этой задней стеночки его воткнуть на этом и сейчас все посмотрим так вот уже вырисовывается контуры будущих помещений здесь я потолок пока что не заделываю потому как и на кораблях сюда приходится опускаться и здесь я скорее всего буду делать какие-нибудь ворота что ли для того чтобы в дальнейшем также на том же сварщики или разборщики или но на всякий случай чтобы можно было на малом корабле сюда опуститься вот турели все подключены опять-таки системой конвейеров вот ну здесь я уже красоту особую не навожу вот хоть они не на должном расстоянии друг от друга несимметрично но вроде как эффективно работают вот такие вот дела друзья так ну и полезную очень вещь мне подсказали в комментариях в частности то что мы оказывается можем надыбать платину не летая на астероиды я уже этой возможностью воспользовался вот если мы сейчас посмотрим то у нас где-то 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 должна быть платина так должна быть должна быть должна быть но не обязана да да нет вот она друзья платиновый слиток всего 2 и 4 килограмма но тем не менее руду я надыбал и платину эту самую изготовил она нам нужно как вы помните для изготовления там космических двигателей вот этих вот ионных ну и в частности для инструмента третьего уровня а добывается она друзья в воронках упавших метеоритов если мы сейчас пройдем посмотрим вот видите такие как балкончики на горе вот можно даже слетать туда так водорода водорода хватит вот в метеоритах иногда прилетают минералы в частности вот видите вон там вот допустим золото лежит я так подозреваю так ну-ка достань бур так ну вот смотрите немножечко немножечко но золотая руда однако так и вот таким образом методом тыка можно нарваться на платину везде в места где падали метеориты так здесь у нас лед в метеорите был здесь у нас что было скорее всего уран скорее всего уран так там у нас коричневое железо так здесь опять-таки уран так ну-ка айс лед да лед так ну так же можно не только вот здесь вот на горе ерзать искать это все дело так это кобальт по-моему кобальт но и в кратерах которые у нас на земле остаются от этих самых он собачка бегает смотрите видите как по склонам они лихо ориентируются так это опять таки лед так здесь железо в общем вот такая вот польза может быть даже от метеоритов несмотря на то что они приносят больше вреда но все таки золото золото все таки есть от них и польза давайте когда я платину найду мы наверное с вами так а ну-ка а вот она кстати платиновая руда пожалуйста я говорю не так уж и много и и но вот по таким кусочкам можно ее подбирать нет я бы хотел вот так вот приближается метеоритный дождь ну что ж подождем что нам метеоритный дождь принесет опять кусочки вроде небольшие но польза от этого все таки есть давай давай долби родной что-то мне один камень один камень выдает смотрите-ка так ну вот же платину я так как где метеоритный дождь закончился уже кстати так хочу мы можно же здесь вот таким образом так что нету больше платины маловато будет маловато будет один камень один камень кругом ну да ладно все равно вот если посмотреть треть в инвентаре от двести пятьдесят семь двести пятьдесят семь килограмм неплохо неплохо я думаю так погнали дальше где у нас еще есть метеоритные балкончики так это золото так это что это уран так давайте туда слетаем здесь у нас что тоже уран уран же уран в общем вот таким вот нехитрым способом можно летая по метеоритам надыбать руду так он наша база над ней вот даже есть что у нас тут а здесь я уже все зашуршал здесь я уже все зашуршал так это железо да судя по цвету все полетели вниз полетели на базу будем продолжать продолжать строить продолжать облагораживать все это хозяйство так давайте выложим наши добытые ресурсы так что-то не хочет он сюда их выкладывать почему а почему генератор кислорода так может вот сюда сюда выкладывается все сразу же все это дело в перерабатывающий очистительный завод уходит и все начинает у нас перерабатываться так давайте заправим сразу же водород так что то он так панель управления генератор кислорода система конвейеров меня интересует использовать систему конвейеров включена да автозаполнение баллонов да все нормально почему же он не передает ну ладно 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 забрать же надо так лед мы сразу сюда швырнем почему-то вот именно генератор кислорода не не контактирует ну да бог с ним давайте садиться теперь на сварщик и заваривать вот эти вот стены облагораживать как говорится все наше хозяйство так пластин я задал делаться большое количество мне интересно посмотреть сколько здесь так стальная пластина ну на первое время может быть и хватит так заводимся отцепляемся так а что он так да нет все нормально я думал что то уже случилось так погнали начнем оттуда так немножко я не прав скорее всего немножко я скорее всего не прав мы же не сможем теперь под углом вон те вон блоки заделать так ладно не проблема так он тот главный угловой заделала вот эти вот вот эти вот нет так что то я наверно лишнего зацепил там нет да вроде нет вроде бы нет так ладно убирай болгарку садимся аккуратненько попробуем сюда подлезть ага все и стоять 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 власть власть отсюда как тебя угораздило власть говорю блин движки снес походу да на башке у меня стояли движки нет вперед который у нас дует который у нас дует вперед по ходу снес ну ладно придется ускорено ускорено все это дело сейчас поправлять так вылазим так где у нас двигатели шестерочка так нет же мне нужно на маленькую так куда куда их поставить давайте вот сюда что ли вот сюда прилепим так раз два три три я думаю будет достаточно так а я вот не помню делал ли я их вообще эти двигатели если не делал то это мое упущение так хорошо так да что ж такое так большая стальная труба металлическая решетка мотор строительные компоненты так большая стальная труба но нам нужно будет не одну три нужно будет металлическая решетка ну сколько штук 50 возьмем на на строительные компоненты на остатки так пробуем а моторы еще еще моторы так есть есть контакт так теперь нам нужно каким то образом залезть в кабину и не обжечься об а все теперь мы вылезли за счет вот этих двигателей как это я упустила если я их не построил то болван так панель управления теперь нужно заново все переиначивать атмосферик трастер да 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 ладно этим я займусь потом этим я займусь потом так сейчас мы будем продолжать так есть контакт идем дальше век живи говорят век учись и дураком помрешь так все нормально так повернемся аккуратненько так опять таки я не прав опять таки я не прав почему сейчас я объясню вот эти вот блоки нужно нам срезать тоже пока что иначе мы не достанем не достанем вот до этих угловых так давайте их вручную наверное заварим так так и вот этот так есть все остальное до остального мы в принципе достанем так ставим вот так вот так вот поехали так так нижний нижнего меня сейчас нижний интересует так хорошо 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 так ну и теперь и теперь наверное поставим вот эти оставшиеся иногда иногда бывает что упускаешь что-то поэтому приходится пользоваться болгарочкой эй пустите переночевать так так красота вообще работать вот этим сварщиком так есть контакт так теперь давайте вот это вот облагораживать пока пластины не кончатся так посмотрим как все это дело выглядит снаружи так кончились пластины да ок надо заправку так нет друзья двигатели все-таки были все-таки были передние видите я просто с той стороны видать их снес снес вот они по бокам поэтому их не хватало надо будет с этой стороны тоже добавить перед тем как копировать так и надо будет камеру наверное сзади сделать для удобства парковки а то вот так вот каждый раз поворачиваться разворачиваться особо желания нету так стой 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 так так вот все прелести парковки мимо оп есть так коннектимся прицепляемся прицепляемся и где наши пластины так но здесь единичку ввожу сразу же у нас база так вот это другое дело так сварщик большой реактор так давайте пустые скроем часть у нас сюда пойдет часть у нас сюда пойдет и часть у нас сюда пойдет наверное еще осталось даже так но это пусть уже так отсоединяемся поехали поехали назад эх что такое не тянешь не тянешь такую массу а ну да 352 тонны хе-хе-хе так а вверх давай-давай-давай-давай-давай смотрите потихоньку еле-еле восемь двигателей поднимают нас вот это загрузился вот это загрузился что-то я и дальше все да и вниз эй-эй-эй-эй вверх я говорю вверх блин скорость набираем так давайте как-то вот так вот может быть нам нельзя падать иначе будет это страшное крушение ух ты елки-палки нет друзья нас несет нас несет явно куда-то не туда так нужно как-то набирать высоту опасные маневры такие блин перегрузил я сварщика шутка шутка ли 300 тонн до 350 даже тонн так надо как-то стой-стой-стой-стой-стой-стой не надо падать елы-палы сейчас мы попробуем стабилизироваться так потихоньку потихоньку мне главное чтобы он мимо базы у нас если и разобьется то пусть разобьется лучше на базе так капец какой-то не рассчитал называется называется не рассчитал фух елки-палки все пошел вниз пошел вниз с большой сильно скоростью идет сейчас шарахнется бабах офигеть офигеть просто и он теперь не взлетает друзья он теперь совершенно не взлетает так ну давай 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 по чуть-чуть может мы попробуем разобьется не разобьется спрыгнуть вниз а рискнем здоровьем так начинаем сразу тут же варить облегчаться бабах что сильно да вроде нет смотрите как движки шуруют буквально так давайте как-то будем разгружаться что ли не смогу я опять же назад пристыковаться вот поэтому будем так вот плавно скользить так энергии то хватает а вот вес да с весом малеха пролет шестнадцать тысяч пластин загрузил да да вроде как по чуть-чуть да стал подыматься давай давай-давай-давай-давай все держится так значит триста тонн и не больше надо в него загружать иначе перегруз просто дикий идет вот буквально пятнадцать тонн скинул и все и он уже держится на плаву блин как я не рухнул еще вниз а мог запросто хорошо что сманеврировал еще вот наверх задними вот этими движками за счет этого мы стабилизировались это было опасно очень это было очень опасно так а почему у нас не работает приближается метеоритный дождь хорошо ага все заработал так есть контакт так ну и наверное вот эту стеночку наверх будем продолжать турели турели стреляют давайте посмотрим это наверное зрелищно очень о разбили один метеорит а другие все-таки долетели да ну которые на базу летят они практически все разбивают тем временем ночь спустилась подкралась незаметно надо ну-ка сейчас взлетишь блин медленно но взлетает по крайней мере очень медленно но поднимается это радует так разгружаем разгружаем пластины так не нужно постолька нагружать очень опасно как показывает практика вниз зато как хорошо идет и практически не останавливается буквально одно нажатие короткое клавиши и он уже внизу так ладно поворачиваем сюда аккуратненько аккуратненько так и пробуем опять подниматься давай 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 так ну уже 300 тонн уже облегчился облегчился хорошо ну как хорошо не хорошо конечно но стал намного легче так что мы ага думаю что такое мешает понятно чуток в сторону назад здесь развернемся будем вот таким образом здесь проходить как-то аккуратненько так нижний нижний заваривай о молодец так теперь можно опять вот таким образом разворачиваться уже по маневре не становится уже все-таки сколько мы больше 40 тонн скинули так 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 290 отлично отлично так не зацепим коннектором а нет мы выше проходим так я уже боюсь вперед его наклонять давайте те он сможет он выдержать вместо свой дальше мы не пройдем зацепим зацепим сборщик там вручную заварим я боюсь за нашего сварщика так здесь можно чуток опуститься чуток я сказал так поехали так если вот так отсюда понаблюдать довольно симпатично получается так предлагаю сделать скриншотик это что было это я что нажал нет так минутку друзья так немножечко перепутал клавиши управления просто так поехали дальше строим делаем так хорошо так немножечко вперед немножечко вниз стою теперь так теперь в эту сторону сказка не работа хотя чуть не угробил чуть не угробил сварщик вот так вот вот так вот здесь вручную заварю не буду рисковать так ну что теперь тут более маневренный дружок да вполне так ну будем сейчас тебя чинить буду я дополнительные двигатели ставить чтобы держала тебя получше чтоб ты вперед не переваливался так так хорошо опускаемся потихонечку потихонечку я сказал так коннектимся вырубаем помоем поверти кстати хотел я посмотреть вот сюда вот какие модули можно установить у нас есть модуль так 4 модуль эффективности так на пятерочку что у нас модуль энергоэффективности но это не обязательно и на троечку модуль продуктивности вот основные модули которые я хотел бы поставить на наш сборщик так ага вот оно а вот так встанет так и модуль эффективности с другой стороны давайте поставим так так на 180 градусов развернуть вот так вот все так но здесь я надеюсь мы нашим сварщикам сможем подлететь зря я его заглушил наверное так попробуем и прожектор бы ему хотя прожектор он когда варит освещает все вокруг так ну-ка так сюда спереди и сзади еще какие-нибудь тоже поставлю тык-тык-тык-тык-тык строительный компонент не хватает хорошо и здесь строительный компонент 50 здесь 40 90 90 строительного компонента так где я кто я так давайте поднаберем если он тут имеется имеется ли нифига не имеется да произведем не вопрос давайте штук 500 сразу они много где нужны бывают так у меня стоп у меня же 161 елки-палки чего же я туплю-то так давайте загрузим сразу его да и все вот так вот так и ныряем в кабину оп есть зелененьким светится значит заработал так и модуль эффективности красненький почему что-то не то тот зелененький этот красненький может я ее кверх ногами поставил а может быть такое может запросто может быть как это тебя так угораздило запросто может быть так все это хозяйство назад складываем так но пластины оставим пластины оставим так и тот какой у нас был блин я забыл совсем это что модуль продуктивности значит здесь нужен модуль эффективности так 4 вот он так как он вообще выглядит где где что почем так в принципе так так не так да кто его знает все равно красный все равно красный неужели опять кверх ногами я его влепил что-то непонятно пока или здесь он не работает этот модуль так в общем с этим я буду друзья наверное разбираться уже за кадром вот за кадром также из платины сделаю себе инструменты путевые хотя инструменты можно и сейчас сделать так где там наш сборщик производства инструменты так последнего уровня вон что сколько всего требуется так давайте болгарочку давайте отбойничек хороший так давайте офигенный просто автомат и обалденную горелочку сделаем все делается делается есть и есть отлично это все забираем а это все убираем так теперь переназначаем слоты так оружие инструменты инструменты персонажа вот они так элитная горелочка сюда элитная болгарочка сюда элитный перфоратор сюда и элитный автомат вот сюда так о зелененькие теперь да не сиреневенькие ну и хорошо так что ж друзья буду я на сегодня заканчивать кому понравилось видео ставьте лайки пишите комментарии подписывайтесь на канал и увидимся уже в следующей части всем всего спасибо спасибо Продолжение следует...